всем большой привет рада вас видеть у себя на канале после того как я сняла последний отчет по моему петуху несколько дней я за него не бралась как-то не было настроения я вышивала другие свои работы но потом как только я за него села опять пришло вдохновение и очень быстро в принципе отшился тот фрагмент который у меня оставалось завершить в этой линии и мне помогли выходные я уделила много времени этому проекту поработала с этой вышивкой и очень хорошие мне результаты я отрезала уже часть схемы которая была отшита подготовила новый фрагмент схемы подготовила мой станочек ну в общем то что я здесь изменила верху канва у меня откручена на полную возможность скажем так там больше нет запаса и чтобы мне было легче вышивать не сильно было сложно тянуться вверх я решила ну я так часто делаю в моем станке деревянный вот такой мой станочек настольный вот эту планку боковую я ее пускаю очень низко опускается низкая сама рама и тогда мне не нужно сильно высоко тянутся вышивается намного легче и удобнее я решила ничего не дошивать никакой канвы кверху ну не лень поэтому я решила вот таким образом сделать себе облегчить работу организовать вот на таком этапе я сейчас нахожу подготовила схемку подготовила мой станочек и очень очень надеюсь что мне все-таки до конца января удастся дошить этого петуха что я не сломаюсь не отвлекусь кстати здесь осталось самый легкий ну не самый легкий но один из легких участков схемы легкие участки схемы были очень внизу здесь вот прям белым много зашивалась и вверху тоже будут зашиваться эти пятна вышиваются одним цветом там нет смешение цветов поэтому должно быть полегче и я надеюсь что работа у меня пойдет легко и быстро к тому же что петух на меня уже смотрит есть уже какая-то картина и это придает еще больше сил ну вот на этом я завершаю данный фрагмент и встретимся с вами в новом уже фрагменте ну и как поживает мой петушок вот как вы видите я вышила уже полностью голову петуха и довела правый верхний угол до завершения мне осталось уже совсем чуть-чуть в их нахожусь на финишной прямой не хотела я отвлекаться от петуха но пришлось соответственно моих сов хотелось отчитаться в совместном проекте поэтому на несколько дней я все-таки сменила работу завершила какой-то этап на совах и вот сегодня я уже переключаюсь полностью на моего петушка очень хочется поскорее его увидеть завершенным осталось совсем чуть-чуть но вроде бы как кажется совсем чуть-чуть но хотя еще работа есть и я думаю что следующее включение будет завершающим поэтому увидимся с вами в следующем отчете и вот настал этот радостный момент когда я могу вам представить полностью готовую работу петуха от кастом крафт посмотрите какая получилась яркая очень интересная работа акварельная я так долго работала над этой вышивкой так долго ждала этого результата что подходя уже к завершению мне не верилось что скоро я увижу готовую работу вы не представляете какие у меня были такие сумбурные немножко ощущения я очень хорошо поработала на выходных днях субботу воскресенье и просто марафонила не вставая вышивала целый день но практически да конечно я делала перерывы делать какие-то домашние дела хотя ну часть домашних дел я все-таки отложила так сильно мне хотелось увидеть завершить работу и я вышла вот такой огромный огромный кусок потом мне оставалось дошить буквально ну где-то около тысячи крестиков которые у меня немножко притормозились потому что в понедельник вторник я работала допоздна ну и потом как-то потихоньку я их стала дошивать сегодня в общем пятница вечер работа постиранная поглаженная и вы видите всю всю эту красоту очень я довольна результатом получился такой интересный момент показала мужу я вышивку говорю смотри какой красивый получился петух готовая вышивка он так посмотрел и и говорят ты меня конечно прости но это будет единственная вышивка которая мне не нравится брю почему не нравится ну потому что здесь нет конкрет конкретики здесь какой-то акварельный петух ну да акварельный петух но он же не абстрактный здесь все понятно вот он петух но он акварельный ну в общем как-то петух мне очень понравился но и все равно главное мне нравится и мне очень хочется его поскорее оформить и повесить в рамочку в тот же день как только я закончила вышивку и сразу его пошла стирать это уже было поздно вечером я уже вся была такая уставшая уставшая но хотелось мне довести вот все вот закрыть закончить полностью весь этап работы над петухом я разобрала ниточки с органайзера пака и хочу сказать что они так у меня осталось в принципе хорошо осталось ниточек но не то чтобы много ну скажи сказала бы я так что здесь идет примерно 25 процентный запас я их сразу разобрала перемотала на бобинки домотала к тем ниткам которые у меня уже были в моих запасах все разложила поэтому сейчас я вам показываю чистый результат без огрызков схем которые я вот так кучу тоже собрала вечером все выкинула нитки и схемы навела полностью порядок пока у меня пойдет другие мои работы вот схема конечно осталось я ее не оригинальной схема не пользовалась я пользовалась копии поэтому мне осталась схема вот и вот такой вот результат очень 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 мне нравится я прям в восторге и что хочу сказать не бойтесь девочки кастом крафт да если это старая разработка вот я сколько смотрю там есть прогоны да а вот новые разработки они уже более проработанные схемы любом случае это да это прогоны потому что мне моем отчете под совами писали что вы вышиваете прогон да конечно это все прогон есть схемы которые рисуются прорисовываются а есть схемы которые берется картинка она обрабатывается фотошопе чтобы она была чистая потом ее прогоняют немножко чистят схему и вот это получается схема это прогон но прогон отличается есть прогон который почищенный он хороший четкий и получается вышивка как фотография да вот пример ну ст где делают такие шикарные огромные картины это же прогон и же не рисуют берут картину фотографию очень хорошего качества хорошо на дне работают потом прогоняют потом еще прорабатывать схему почищают и получается вот такая у нас схема это прогоны да поэтому прогон прогону разница есть такие прогоны которые после отшива получается великолепный результат и даже сложно угадать что это с расстояние что-то вышивка кажется что это картина постер или что-то еще и хочу сказать мне прогоны вот такие нравятся потому что ты повесил работу в рамочку на стену и это смотрится картина это не просто вышивка ну с такими какими-то может быть детальками которые ну видно что это вышивка это такая картинка может быть она немножко детская вода тоже красиво я ничего не говорю я тоже люблю вышивать вы прекрасно понимаете о чем я говорю что может быть картина интерьерная может быть картина ну вот видно что вышивка для души вот что еще хочу сказать так ниточки все остались всего хватило вы видите какой большой запас идет канвы здесь по 7 сантиметров с каждой стороны поэтому очень хорошо всего хватает ниточек вышивается легко делать бы поскорее его оформить но посмотрим потому что вот сейчас как бы на оформление у меня не получается столько всяких затрат и самое интересное вот как только я дошила в это вот этого петуха практически уже стала дошивать все как бы наши какие-то вопросы в жизни в работе как-то стали устаканиваться что ли стало все уравновешиваться более налаженно все работает и спокойнее мы себя чувствуем потому что это тоже как бы такой важный важная часть жизни я конечно же в приметы не верю но вот петух он петух и кстати я успела до завершения года по китайскому календарю который завершается именно 14 февраля поэтому вот петух он у меня готов я его приколю на булавочки на стену буду им любоваться этой первой наверное единственная работа который мне будет висеть на булавочках на стене потому что я сейчас не могу пойти оформить любоваться я уже им хочу поэтому вот так обязательно это сделаю не знаю может быть я что-то уже забыла вам рассказать потому что знаете эмоции быстро забываются какая-то информация забывается и вот сейчас вечер я решила поскорее снять хотя бы вот по живому пока я еще помню все свои эмоции все свои ощущения поскорее захотелось мне снять это видео и с вами поделиться еще вот у меня постоянно так и тянутся руки вот к этой работе так хочется ее погладить эти крестики ровненькие какие здесь хорошие были девочки ниточки дмс в каждом видео то говорю и честно не устала потому что действительно я вот первый раз мне достались попались не знаю как сказать вот такие нитки дмс у меня очень много не так дмс но здесь качество дмс отличается еще такая маленькая подробность разработчик этого дизайна дайан элар может быть я неправильно говорю я вам показывала и как пишется его имя в обзоре этого набора так вот недавно я пыталась сделать покупку на сайте custom crafts это сайт находится в канаде и у них есть возможность купить просто схему причем недорого 15 долларов я от счастья там зашла на этот сайт выбрала себе около 9 схему все еще была скидка такая хорошая у них 40 процентов просто вот подарок господи спасибо все оформила заказ а он у меня не оформляется я им пишу вот что что-то помогите они мне отвечают что к сожалению мы в грецию посылки не отправляем представляете я так расстроилась я сразу стала предпринимать еще шаги чтобы мне сделать как бы мне закупить этих схем вот и ну не знаю может быть еще и получится пока не буду открывать все свои карты так вот я списывалась непосредственно вот именно с давидом я простите ним неправильно произношу вот он президент этой фирмы и он сам делает очень много вот схем таких хороших проработанных вот так я познакомилась с фирмой custom crafts я уже говорила что у них вышло очень много интересных новинок меня потянуло на пейзажи хочется еще всякого разного ну может быть еще и все получится и срастется и я приобрету любимые мне схемы потому что канвы у меня много не так дмс тоже много всегда можно что-то подобрать если производитель дает возможность купить схему я куплю схему ну если нет будем собирать денежку потихоньку и на наборы потому что они у них все-таки дорогие вот девочки если что-то забыла вы мне пишите в комментариях может сделаю еще дополнительное видео я надеюсь вам понравился мой итог ставьте лайки поддерживайте меня а я вам желаю хорошего настроения и до новых встреч пока пока